Приветствую вас! Для начала давайте мы с вами скажем так. Если вы не знаете, о чем говорить с девушками, то это сразу порождает несколько вопросов к вам. Поэтому, пожалуй, первый вопрос, связанный с вашим личным ощущением, если угодно, себя. То есть, насколько вы в себе уверены? Уверены ли? Если нет, то почему? И в чем? Дальше. Когда вы знакомитесь с девушками, когда вы с ними разговариваете, есть ли у вас изначально общие для этого темы? Вот это на самом деле очень важный момент. Потому что, если общих тем для разговора изначально нет, и вы с человеком просто потому, что он вам, допустим, чисто внешне понравился, например, то вы рискуете разговаривать не столько со своим, как бы так сказать лучше, а со своим внешним типажом, со своим внешним стереотипом женщины. То есть, вот вам девушка внешне нравится, но вы и хотите с ней пообщаться. Потому что вы совершенно, может быть, разные люди, и у вас нет никаких общих тем, даже для разговора. Об этом как-то вот высказать, скорее всего, не задумывать. А очень жаль, потому что это, едва ли, не самое главное. Чтобы вас вместе с девушкой объединяла некоторая общая сфера. Либо это сфера деятельности, либо это сфера интересов, то есть сфера развлечений, либо это какие-то общие взгляды на жизнь, ну, может быть, что-то еще. Дальше. Дальше. Людей много. Скажете вы, и как же вот мне определить, если у меня жаль, что это общее или нет. Тут есть два основных подхода, которые вам можно рекомендовать. Наверное, первый подход будет более простым для вас. Старый подход будет несколько более сложным. Но я надеюсь, что вы сможете использовать оба подхода, потому что гарантированный успех можно получить только при комбинации этих двух вариантов. Первый вариант заключается в том, что вам нужно повышать свой кругозор. То есть, чем больше вы будете знать, чем больше сферах деятельности, сферах работы, сферах прочих вы будете ориентироваться, тем большее количество разговоров вы сможете поддержать и с большим количеством людей сможете пообщаться. И это, соответственно, облегчит вам задачу по налаживанию диалога с девушками. Следующий важный момент. Если у вас будет хорошо организована деятельность, то есть ваша деятельность, либо это учебная деятельность, либо это трудовая деятельность, либо это еще какая-то, может быть общественная деятельность, если угодно. То есть тут, в принципе, не имеет особого значения, о какой именно деятельности идет речь, важно, чтобы эта деятельность была. Так вот, если вы сможете свою деятельность организовать, если эта деятельность у вас организована и если она у вас есть, то вы сможете отдавать себе отшер в том, например, какие люди разделят с вами какие-то аспекты этой деятельности с вами. Для этого нужно сначала понять, что вам интересно, что вас привлекает, что вам нравится, ну и так далее. То есть это очень важный момент, момент кругозора, момент того, чтобы постоянно развиваться, познавать новое, чтобы можно было что-то рассказать при желании, чем-то поделиться, сделать какую-то даже, например, зарисовку, я имею в виду устроить какой-то интересный рассказ для общего круга людей. Знаете, в группе, в компании, и тогда, это еще один важный момент, из этой компании рано или поздно выделятся люди, которые захотят общаться именно с вами. То есть общаться, в первую очередь, нужно в социуме, а не с какими-то конкретными людьми, которые вам могли понравиться. То есть это более трудоемкий процесс и более рискованный на самом деле, потому что там люди, по большому счету, задаведят цель, и если цель их не устраивает по какой-то причине, такое, к сожалению, бывает, то никакого общения, никакого взаимодействия с людьми не происходит. То есть вот это нужно понимать, в этом нам надо давать себе отчет. Естественно, для этого следует определиться с тем, кем вы хотите себя видеть. Естественно, для этого следует определиться с тем, что вам интересно, что вам нравится, с чем вы хотите преуспеть. А девушек, ну и не только девушек, вообще людей, следует воспринимать по возможности, как, я бы сказал, не как потенциальных вот ваших партнеров для отношений, да, а именно, все-таки, по большому счету, именно как людей, как людей, возможных партнеров в том, что вы делаете. Это, опять-таки, очень важно, потому что так вы сами себе задачку немножко облегчите. Так вы не будете сразу думать, вот я познакомился или встретился с девочкой, она мне вроде бы как нравится, надо бы с ней попробовать построить отношения. Вы к ней так относиться не будете. То есть, длительность отношений выстраивается на чем-то. Как правило, это на общих интересах, на общей деятельности, на каком-то взаимодействии между двумя людьми. Именно это вам нужно организовать. Именно это, по моему мнению, на данный момент, то, чего вам не хватает. Дальше, следующий момент. Следующий момент заключается в том, что есть более легкий способ, который вы можете использовать для налаживания диалога. Но, вместо тем, он и более, я бы сказал, поверхностный. Его поверхностность заключается в том, что при этом способе вы можете очень легко, с разной долей вероятности, общаться с этим человеком. Ожидать, что у вас с ним есть что-то, то есть, ну, есть какой-то вот, какая-то связь, какой-то контакт, да. А, по итогу, может легко оказаться, что ничего нет и в фамилии. То есть, вам просто-напросто показалось. Если вы готовы к такому риску, а я даю себе отсчет в том, что вы можете к нему быть не готовы, то да, можно попробовать. Если нет, то, соответственно, конечно же, лучше не надо. То есть, я надеюсь, в этот момент мы с вами тоже поймем, сквозь совершенно однозначно. Потому что речь идет все-таки о вас, о вашем комфорте, о вашем самочувствии. Мне бы хотелось, чтобы оно было удовлетворительным для вас. Итак, сам подход заключается в том, что вы как можно больше задаете диалогу вопросов. То есть, вы можете даже, вот, если вы выбираете с кем познакомиться, если вы выбираете человека, вот, вы выбираете девочку, например, вы хотите с ней начать общаться, вы просто подготавливаете серию или ряд вопросов, которые вы ей зададите. Связано это с тем, что, вообще говоря, любые, любые, любые личности, каждый человек любит, когда ему задаются вопросы, когда им интересуются, интересуются не ради достижения какой-то своей цели, а именно вот интересуются для себя. Это тоже очень важный момент, чтобы вы свой интерес подавали не как, вот знаете, я интересуюсь, чтобы, там, стать к тебе ближе, а подавать интерес именно так, что вам интересен сам человек, что вы прям чувствуете, что, прям вот вам, ну, вы общаетесь с ним и спрашиваете у него, потому что у вас живой такой интерес. То есть в этот момент тоже очень важно, это очень важно. Без этого вряд ли получится использовать эту тактику, без этого вряд ли получится использовать подобный подход, ну, просто потому что это обречено на провал. В вопросе, если человек чувствует, что вам не интересно то, что вы спрашиваете, это просто превращается в такое, знаете, механическое, механическое, ну, произнесение слов и не более того. Соответственно, вот такие два подхода призваны, что вам помочь решить ваши проблемы. Но отдельно мне хочется сказать, что вам нужно самому для себя определить некоторые вещи. Например, вещи следующего характера, для чего вам нужно общаться с девушками. Ну, понятно, что вы хотите реализовываться как мужчина, понятно, это все ясно, но поймите, что как мужчина вы можете реализовываться и без непосредственной девушки рядом с вами, то есть вы можете как раз таки реализовываться путем личностного развития. А потребности все вам нужно распадаться самостоятельно. Это необходимо для того, чтобы именно не впадать в излишнюю зависимость от человека, чтобы не придавать излишней значимости человеку. Потому что когда человек придает излишнюю значимость чему-то, в данном случае вы придаете излишнюю значимость знакомству с девушкой, да, с девушкой, когда это происходит, человек применяет такой вот, знаете, не стандартный творческий подход к ситуации, к решению задачи, а творческий подход не всегда уместен, понимаете. Вот, например, общение и взаимодействие с людьми лучше всего поставить на такой поток, чтобы для вас это было, вот, ну, знаете, самим собой разумеется, что вы с кем-то можете познакомиться, что с кем-то можете пообщаться и так далее. Ну, это не работает, не что-то сложное, не что-то тяжелое, понимаете. Поэтому нужно снизить значимость. А значимость вы сможете снизить только в том случае, если как раз таки сделаете то, о чем я вам сказал. То есть, эээ... Немножко снизите градус, снизите уровень ожиданий вот того, что вы хотите получить от человека. Если вы это сделать сможете, то у вас начнут получаться устраивать отношения. Потому что отношения нормально и адекватно могут устраивать только те люди, которые являются независимыми. А у вас, к сожалению, от девушек есть зависимость. То есть, слишком много в них вкладывается, слишком много ожиданий. Вот это ваша проблема. То есть, эту проблему можно разрешивать. Как я уже сказал в начале своей записи, своего ответа, если у вас есть определенные неуверенные в себе, определенные комплексы, которые мешают вам знакомиться с девочками с ними, но и на работе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...